Привет! Добро пожаловать обратно на наш с мамой YouTube-канал. Меня зовут Антон Эс, это моя мама Анжелика. Здравствуйте! И сегодня, как каждую субботу, у нас интересное гадание на интересных людей, на интересные события. У нас гадание на Путина. Много просили. И где-то раз примерно в 7-8 месяцев мы делаем расклад. Потому что Путин на данный момент неотрывно связан вообще с судьбой России, с войной в Украине. Как это ни ужасно, но диктатор играет огромную роль сейчас такой вот в принципе геополитики и политики. В принципе, поэтому интересно будет погадать на него сейчас. Поэтому усаживайтесь по удобности, ему будет очень интересное гадание. Кто хочет лично пообщаться с мамой, пишите ее ассистенту Илоне. Ее телеграм-контакт будет в описании к этому ролику. И в закрепленных комментариях пишите Илоне. Илоне обязательно устроит личную аудиенцию с мамой. Давай погадаем на Путина. Первый срез. Королева мечей. Первая карта королева мечей. Это здоровье. Здоровье. Это здоровье. У Путина подорвалось здоровье. Здоровье вернулось к той точке, когда он был сильно болен. Сколько ему лет? 72. Он еще не определился, вот быть вот на этой позиции, которая он сейчас есть, или все-таки вернуться. Пускай это будет и тяжелый, но это выход. Он сам устал. Устал невозможно. И ничего не хочет бросить. У него как, ну, по умолчанию, самый большой груз. Потому что он сейчас в некоторых странах Керсона Нолдграда. Но у него есть выход. Сейчас его смущают его якобы единомышленники. Потому что он сейчас на такой грани, что у него есть замены или, может быть, даже соперничество. То есть он сейчас думаешь, помнишь, помнишь, мы с тобой гадали на здоровье Путина, и там была такая тема, что он никак не может выбрать преемника. Вот. На кого он раньше думал, он почему-то становится такой скрытый враг. То есть у него есть нешуточный соперник. Один из вопросов нужно задать при Шойгу. Арестуют ли Шойгу? Потому что сейчас вплоть до такого ходят сплетни. Ну, такие слухи. Прям по новостям. Путин оптимист. Ну, оптимист. Солнце. Солнце. В его понятии он всё делает правильно. Пускай он сейчас по этой карте не каждый возьмёт в свою упряжку, но он думает, что он на верном пути. Понимаешь, когда человек верит в свою идею, то, что он задумал, он считает, у него будет хорошо тем или иным способом. Что ж там у него за план такой? Что ж так там всё идёт строго в соответствии с планами? Вот такой клоун. Ну, ладно. Путин теперь сейчас, начиная с сегодняшнего дня, вот с сегодняшнего дня, он думает, что он будет терять свои активы. Выпала у него фортуна. Но фортуна иногда. Ты никогда не обращал внимания, что на фортуне есть четыре знака. Это ангел, это орёл, это бык и лев. Это четыре евангелиста. Называется тетраморф. Но мало кто обращает внимание, что есть ещё такое существо, вот здесь вот существо, человек, с другой вот это вот морда называется, да. Это называется незавершённое дело. В карте фортуны, здесь она выступает как незавершённое дело. У него остался только один шаг, его надо продумать. Он сейчас думает о своих активах, о своих личных активах. Он думает, что они хорошо, они как-то пристроены, но в его окружении есть такой хитрый лис. Хитрый лис – это как вор. Дальше. Не знаю, может быть, это Кремль, а может быть, это тюрьма. Вот ты меня сейчас не останавливаешь, что я скажу. Ему остаётся решить, чтобы завершить тем или иным способом ровно восемь месяцев. Это где-то, значит, август того года. Нет, это июль того, следующего года. У него скрытые негативные вещи. Тяжесть, болезнь, возврат. Понимаешь, если он сейчас вернётся в прежнее, уже прежнего нет ничего. Родина-мать в раздрае. И поэтому ему надо сейчас думать. Думать, думать. А рядом стоит карта. Это карта смерти. Кто-то ждёт, пока человек уйдёт с этого пути. Самый близкий друг, может быть, не друг, вот соратник или кто, да, он с негативными умыслами. Он его не чует. Что сейчас у Путина? Красной линии. На данный момент. 31 октября сегодня. А когда Хэллоуин? Или был уже? Ну, он сейчас идёт. У нас сейчас дети колядует. Это калятки. Это у них калятки. Им ровненько. Прямо интересно. Красной линии. Переговоры. Переговоры. Рыцарь Кубков. Это прямо во главе угла. Но переговоры не на высшем уровне пока. Это переговоры. Они уже... Дипломатик. Если рыцарь, значит, они начались. Не знаю. Ты вообще новости смотришь? Мам, я думаю, вот это в новости не попадает. Я думаю, это какие-то закулисные истории, которые давно уже идут. Я думаю. Ну, третий год войны, мам. Замучил всех. Три. Замучил, задолбал всех этой войной. Прямо срочно всё будет. Итак, что сейчас происходит у Путина? Тройка Кубков. Он настолько сам себя уверил, что он не один вот в этих деяниях. У него сейчас стали группы единомышленников, но они разные. Они, конечно, одними ромазаны, но... Вот такие единомышленники могут быть только вот в лёгкую какую-то там праздник или что-то. Дипломатия. И там будут участвовать ещё женщины. Женщины три. Они вот в лёгкую дипломатию, но они как-то вхожи. Это не серьёзно, но это то, что у него сейчас есть. Это как будто бы его группа поддержки. Дальше. Десятка Кубков. Ну, Путин сейчас уже думает не о себе, а о тех родственниках, которые у него есть. Это бывшая жена, дети, там же столько племянников. Племянницы эти, все сидят, все на постах. Он думает сейчас уже как дедушка. Мирный, спокойный, кто-то его поддерживает. Его поддерживают три женщины. Возможно, это из его семьи, понимаешь? Дальше. Двойка Бастуна. Если он рассчитывает на поддержку, её не будет. Потому что это одно расширение границ, но когда мы задаём такие вопросы, от него все отвернутся. Если он будет прямо спрашивать, да или нет, ему скажут нет. У него поддержки не будет. Ну, вот Корея даёт ему северную поддержку какую-то. У него поддержки не будет, потому что это в отношениях человек отвернулся от него. Он, в принципе, всё сделал для того, чтобы его многие не понимали. То есть, отвернулись. Шестёрка Бастуна. На что он рассчитывал? На хорошие вести, на добрые, на благие вести. Они ушли. Это было раньше. То есть, у него оптимизм поубавился. Знаешь, окно для хороших вестей, оно как-то закрылось, наверное. Умолчание. Но это в прошлом. Это в прошлом. И на сердце что у него? Дьявол. Не остановится он, понимаешь? Он мятежник до конца. Душе. Ну, вот он сам. Это он сам. И он понимает, что он делает. Понимаешь, есть такие люди, они уже понимают, что не то. И не свернуть. Понимаешь, здесь уже не дело принципа, но дело чести какое-то для него. Вот если он начал... Вошел в историю. Понимаешь, он сейчас понимает, он отлично понимает исследования книг, эти биографии Екатерины Великой, Петра Первого, лидера Германии 30-40-х, Сталина. Он отлично понимает. Он историческая личность. И он сейчас, я думаю, думает о том, какой будет финал и как о нем будет помнить история. Потому что история его будет помнить всегда. Если на карте правая рука поднята, а у дьявола правая рука поднята, он настолько глубоко убежден, что он прав. То есть, если правая рука поднята, он своим мнением, своим словом подавляет. То есть, его же верхнее слово, скажем так, да? Если у Ерофанта только убеждениями, а этот делает то, что он сказал, точка. Вот он будет стоять на своем до последнего дня. Вот его расклад. Добрые вести ему уже не принесут. И единомышленники слабоваты. Еще у него такие прицепы, как семья. Ему уже 72, там уже и дети, и внуки. И здесь, в принципе, он понимает, что от него очень многие отвернулись по умолчанию. Он же умный человек. Так что он остается один своими мятежными... Нутром. Нутром, таким ядром, да. Чего стоит ему опасаться? Что Путину стоит опасаться. Звезда. Слушай, знаешь, преемника. Преемника. Ведь он не хочет лучше себя преемника. Вот. А звезда, когда падает вот в настоящее время, это закатная звезда. Он уже стал и лидер, и не лидер. Ведь он же понимает, что его звезда закатная. У него звезда только в тех компаниях, кто его поддерживает якобы. Понимаешь, его нельзя не поддержать, потому что у него большие карательные дела. Но он себя считает. Он сейчас все равно в своей славе. Ему надо бояться вот той звездности, о которой он думал, он будет за три дня Киев и прочее, прочее, да? Умеренность. Он упустил время. Путин упустил время. Со всеми. И с переговорами, и со своими единомышленниками, и со своей семьей. Он протянул время. Понимаешь, в таких делах или ты делаешь, и у тебя результат, или ты просто тянешь время, ну, на смех людям. И он это понимает. И вся его семья тоже понимает. Это пошло уже в затяг. Дальше. Восьмерка Бастона. Не надо сказать, что Путин торопыга. Но он даже сейчас хочет быстрых решений. Как-то, да, вот видишь, взять Киев за три дня. Не взяли. Третий год, да? Знаешь, ему стоит опасаться. Мам, это в данном контексте быстрых расширений границ. И других стран. Понимаешь? То есть, сколько он тянет вот эти действия, они поднадоели уже. Они не несут результатов. Да. Что стоит опасаться? Четверка Бастона. Ну, ты знаешь, он думает, что его все равно не возьмут. У него есть пути отхода. У Путина есть пути. Чего стоит опасаться? Вот этих пути отхода ему и стоит опасаться. Он думает, что он неприкасаемый. Нет. Он прикасаемый. Бункеры бывают разные, да? И те, кто участвует вот в этих скрытных делах, они тоже бывают и предатель. Самые близкие люди, они могут быть предателями. Те, кто ему несет хорошие вести, их надо и побаиваться, да? Четверка Бастона. И мы уже стали говорить, что неправильно себя ведешь. Там многие народы задействованы, там задействованы многие народы. Но он считает, это еще не война. Он считает, это еще не война, это еще проба, проба пера. Здесь из таких карт, пятерка Бастона, стоят четыре Бастона мелких и один большой. Он думает, что у него самая большая дыра. Дрым. Да, вот, не понимая. Но в связи вот эти Бастона и дьявол, он не понимает, что его люди подстрекают на это. Это подстрекатели мелкие, не как он, конечно, да? Но это ему надо бояться своего окружения, близкого, которые, может быть, не могут сказать вот явно свое, но потому что они боятся. Преемник. На какой-то момент шло четкое мнение, что Шойгу будет преемником. Ну, кто еще? Министр обороны. Все. Ну, он же не мистер обороны. Я сказал где-то, может быть, года два назад, было четкое мнение, что будет преемником именно Шойгу. Сейчас, буквально пару дней назад, на одном из больших новостных канала, Шойгу грозит арест. То есть уже до такого, что происходит между Путиным и Шойгу. Сколько сейчас взято у Шойгу? Замов. Ну, не замов, а вот высшее руководство, эти шишки в Минобороне, шестеро, семеро уже сидят. Я понимаю, Минобороны обвалялись. Они, ну, ну, это по факту. Сейчас пошла ротация, сейчас пошли аресты. Ну, сталинские времена, да? Нет результатов, значит, нужно менять, выкорчевывая. Давай урок окружающим, следующим, последовательным. Какие отношения? Что происходит между Путиным и Шойгу? Королева мечей. Если мечи выходят, это значит, меч поднят. Кем он любовался раньше и восторгался, того ему и надо бояться. У них обоих уже здоровье ни к чему. То есть, понимаешь, я понимаю, молодой, там, сорокалетний, пятидесятилетний, они, в общем-то... В их контексте молодой и шестидесятилетний, да? Ну, в их контексте, да. Нет. Они, наверное, работали вместе и лечиться будут вместе. Двойка кубков. Ну, прям любовь у них была, такое взаимопонимание. Нет, сыночек. Они друг друга не предадут. А их деяниям... То есть, они знают очень много таких сокровенных секретов. Еще особенно личных. То есть, у одного была семья, и у другого семья. Сейчас их семьи, их дети, их дети, что у Шойгу, что у Путина, они тоже много знают. Рыцарь Пентакли. Дружба у них закончилась. Сейчас идет стагнация, что у Путина, что у Шойгу. Идет стагнация. Они сейчас неактивные. То есть, он его оставил при себе, как вот друг, да? Но это ни о чем не говорит. Потому что, если от Путина отвернулись, от этого отвернулись давно уже. Он, как министр обороны, но ничего не показал. Кроме как аморфного генерала. Императрица. Ты знаешь, если они будут уходить, они будут уходить вместе. Они оба знают пути отхода. Императрица, это всегда находит выход. Всегда. Но то, что знает народ, за спиной у этой императрицы. Такие активы. Они себе, они как будто бы наместили еще один век жить. У них все хорошо. У них дома. Потом вот эти вот скрытые вещи, где можно укрыться, да? Они знают выход. И поэтому они оба сейчас спокойны. Несмотря на то, что в стагнации все сейчас в стагнации. Здоровье обоих не блещет. А здесь идет дьявольская война. Да нет, сыночек. Они не дружат. Они каждая по себе. Каждая по себе. У этого тоже поднята правая рука, да? У дьявола поднята правая рука. Они настолько убеждены. Их сейчас не свернуть. Но вместе они уходить не будут. Они, конечно, долго знают друг друга. У них большие дела всякие. И рабочие, и по болезни, и по их отдыхам с женщинами, да? Вот. А уходить они будут. Это называется дружба дружбой, а котелки-то брось. Но они настолько спокойны, они настолько уверены. А не уверенные люди, что им ничего не будет. Потому что у них есть давно уже выход из положения. Из любого положения. Вопрос. Сыночек, давай посмотрим, как Шойгу относится к Путину. Давай. Как Шойгу относится к Путину на сегодняшний день, когда он не министр обороны. В принципе, он утратил свои позиции. Как Шойгу относится к Путину. Что он о нем думает? Десятка бастон. Ну, друзья, тяжесть непомерная. Жалеет, сочувствует, здоровье бережет. И так, и так. То есть у них маленький клан сочувствующих. По их возрасту и здоровью. Ведь это же неподъемный груз. Как он к нему относится. Кстати, Шойгу говорит ему. Говори, что-то оставь, чтобы было легче. Эта карта говорит, настолько ты взвалил на себя все, да? Ну, что-то брось, чтобы было даже уходить полегче. Он понимает, что Путину очень тяжело. Он ему сочувствует. Дальше. А восьмерка кубков. Только начинается предательство. Шойгу думает, что если Путин что-то решит, уйти, да? Он уйдет один. Он за собой Шойгу не возьмет. Он уйдет с семьей. Потому что они здесь не будут уходить вместе. Здесь семья. Здесь дети. Протянули время. Понимаешь, у каждой семьи сейчас настолько напряжение, что делать, да? Путин уйдет один. Шойгу так думает, что он его... Сейчас это вот такие. Мне кажется, это Шойгу уйдет, и праздник будет без него. Нет. Что он думает? Он думает, что Путин его оставит. Как Шойгу уйдет, если он подневольный человек? Это может уйти только Путин. Дальше. Что он будет? Королева Бастона. Вот, наконец-то, приходят мозги у Шойгу, что он был глубоко убежден, что это все правильно. Он был глубоко убежден. Если эта дама выходит на личные отношения, да? И из-за меня, говорит, это вот две шикарные вещи. Понимаешь? Эта карта говорит, давай выпьем за здоровье. Дальше здоровье ничего не идет. Только за здоровье. Не близкие отношения, понимаешь? Они вместе не будут. Дружба у них заканчивается. Это просто такое вот, выпить что-то, да? Туз Пентакли. Ну, какие они, друзья, сыночек? У каждого свои интересы, большие интересы. То, что есть у Путина, у Шойгу, это мелочи. Шойгу думает сейчас о своих деньгах. О его деньгах. Тройка Пентакли. Шойгу, наверное, понимает, что внутри, внутри, что сейчас происходит, в кулуарах, да? Там назревает революция. Заговор. Заговор, да. Не революция, заговор. Ну, заговор, да. Но заговор, это всегда продолжение. Планы разделились. Дружбы больше нет. Сегодня 31 число. К пятому числу будут выборы в Америке. Что принесут России выборы в Америке? Он надеется на Трампа. Путин на Трампа. Да, на поддержку. Он надеется, что тот, я не знаю, вот там сложные и хитроспетения. Что принесет России выборы в Америке? Результат выборов в Америке. Если будет Камела, будет Путин Джо Байдена. Тот, который шел до сих пор вливание в Украину. Вооружение, денег, поддержка. Будет ли этим заниматься Трамп? Скорее всего, да, но под вопросом. И Путин очень надеется на Трампа. Что принесет Россия выборы в Америке? Ведь, в общем-то, Россию никто не заставлял воевать. Они сами начали. Это все добровольное. Любые выборы в Америке для России будет плохо. По-любому, Камела будет или будет Трамп, все равно будет плохо. Потому что на них не нападали, напали Россия, сейчас вся Европа. Это уже открытая рана. Вот. Как они добровольно начали себя вести безобразно, да? Понимаешь, это называется очень позорная смерть, очень позорная казнь. Это тяжелая казнь. Его не вешают. Он сам умирает потихонечку за 6-7 дней. Это самая тяжелая казнь, потому что, когда человек висит вниз головой, все выходит через глаза. Но это карта предателей и вора. Потому что в карманах у этого повешенного, это итальянская версия, так раньше вешали воров. Когда Муссолини не стало, его мертвого повесили. В Милане и его женщина тоже точно в такой позе. Да, точно в такой позе повесили Муссолини. Возможно, это будет такой же вариант. Может быть, это не будет публично, но сам факт, понимаешь? Это позорно. Кто бы ни было, они против войны. По-любому. Даша, что принесет в Россию? Король Бастонов. Путин сам ждет, кого выберут. Сейчас время ожидания. Осталось 5 дней. Ждут, но, понимаешь, если ты говоришь о Трампе или просто о выборах, Россия думает, что их поймут, их поймут, но нет. В связи с этой карты, это карта предателя такого позорного предателя. Когда предаешь свой народ за непонюх табачка, что принесет ваш мечей? Понимаешь, в России такие оптимисты стали мелкие. Мелкие, им нипочем. Пока их не коснулось в каждой семье это. Сколько уже нет молодых мужчин. А другая тема. Нужно рожать. От кого рожать? Смерть. По-любому. Кто бы ни был на выборах, Россия перелогинится. Она перестроится. Она перестроится. Это тоже будет выход. Там будут не только военные действия, там будут экономические дела. Россия перестроится моментально. На второй день, возможно, будут уже мелкие переговоры. Вот тянут сейчас переговоры с Украиной, потому что ждут, кто будет у руля. И в итоге семерка кубков. По большому счету, Россия никого не интересует. Абсолютно. Кто-то отмывает деньги, кто-то поставляет оружие, кто-то делает сейчас же большие деньги тем, кто идет на войну. Мелкий бизнес, средний бизнес у каждого человека. В зависимости от этого ранга. Россия не интересна. Америке не интересна. Это пустое. То есть, если ты считаешь, если мы гадаем в контексте Путина, он уже стал тень. Это не человек. Здесь только его тень. Путин есть и Путина нет. Он, в общем-то, стал не рукопожатный во многих странах. Он стал преступником во многих странах, разыскиваемый. Вот. И поэтому это не их чашка чая, это не их кашу, которую они заварили. Ну, вот когда смотришь вот эти вот откровения простых американцев, они вообще не знают, что там происходит. Для них Россия на 75-м месте. Украина на 75-м месте. Ну, да. Вопрос такой. Как долго вообще продлится война? Вот активная горячая война. Как? Вот можно такой вопрос задать? Когда Путин закончит горячую фазу войны? Тройка мечей. Он должен был уже трижды закончить горячую фазу войны. Ты думаешь, он об этом не думает? Да, думает, конечно. Это вот три меча, три года, три рубца на сердце. Оно настолько уже стало по умолчанию таким вот больным, ну, кровным. Уже понимаешь, что сейчас делает, да? Угу. Вот. Ну, я думаю, когда три года, это три. Ты сказала, когда? Три года. Как исполнится три года, это значит 24 февраля. К тому уже будут решения кардинальные. Луна. Знаешь, сыночек, ведь очень многие стали понимать, что Луна – это ложный путь. Они проходили много вещей, понимаешь? Здесь две башни, плохая и хорошая. По этой Луне здесь главная фигура – это рак. Это туда-сюда ходит. У него очень много здесь травы и камешков, понимаешь? Ему никак не вылезти из того состояния, куда он сам себе вверг. Он уже больше блефовать не будет. Путин блефовать не будет. Война не то что надоела, она ненужная. Никто никакие земли не отвоевал. Как долго продлится война? Девятка кубков. Знаешь, почему война идет долго? Потому что они выдают больше хороших событий, чем есть на самом деле. Эта же карта, не зная, что полные кубки или нет. Вроде бы все нормально, но это уже идет блеф. Они привыкли выдавать плохое за хорошее. Они очень много утаивают. Где здесь, видишь, война? Это разбитое сердце, ложный путь и блеф, что они победят. Я имею в виду все. Двойка мечей. Два года назад надо было просто наладить мир. Двойка мечей – это всегда карта мира. Но, сидя к событиям спиной, они только сейчас начинают просыпаться, что надо было бы уже давно. Вот несколько месяцев прошло, не получается. Ну, все эти за стол переговоров. Нет. Пятерка мечей. Она будет продолжаться, сыночек. Здесь в переговорах в его подстрекателей, и в войне подстрекателей тоже. Здесь одно от другого неотделимо. Здесь настолько разные мнения. Здесь нету жесткой руки от маршала. Там его нет. То Шойгу был, то теперь, как его, Белоусов, да? Ну, какой он маршал? Он финансист. Что у Путина со здоровьем? Вот 72 года. Когда гадали на него? Два с половиной года. До войны же мы гадали. До войны, мам. До войны. Это было август, да. Года три-четыре. Больше трех лет назад, да. Что у Путина сейчас со здоровьем? Двойка Пентакли. Он не верит, что у него плохо. Он не верит. Но я же не могу говорить диагноза, да? Говори. Это мочевыводящая система. Ты же знаешь, что это фаллическая карта. У него и сердце на пределе, и мочевыводящие системы. Но он еще бодрячком. Паш Бастонов. У него вообще... У него сына нет. Есть, есть сын. Два сына. От Кабаева. От Кабаева. Два сына. На фоне вот этой ситуации, которая сейчас. Ему уже не до детей, не до чего. Раньше у него были светлые мысли, да? А теперь, понимаешь, мысли старика. Король Пентакли. Он уверен, что он будет жить, продолжать в таком же... Темпе, в таком же здравии. Здравии, да. Он себя не считает больным человеком. Пятерка Кубков. Он же не просто не пьет, значит, ему нельзя. Он не просто не выпивает. Путин человек не пьющий. Но вопрос, почему? Понимаешь, вопрос, почему? Он не выпивает не просто так. Аж Кубков. Он многих переживет. Когда мы гадали вот три года назад, тогда было семь лет правления. Три года прошло, значит, еще четыре осталось. Когда в России выборы еще будут, не знаешь? Мам, в России выборы и существуют. Выбирают только Путина. Ну да. Какие несерьезные карты на президента. Это какой-то кошмар. Мысли, игрушки, мир они упустили, богатство есть. А это он справится. С мочевыводящей системой он справится. Как он относится к своей родной России? Разменная монета или это его боль на сердечке? Путин как относится к своей стране Путин, к своему народу? Десятка Пентакли. Понимаешь, вот это называется сытый, голодного не разумеет. Он думает, как у него хорошо. Но народ же ликует, его же выбирает. Праздники идут. Вот он сидит здесь, ты понимаешь, наблюдает. Он уже ничего не делает. Он просто такой номинальный человек. Вот есть царь и есть. Вот и есть царь, только у него преемника нет. Он думает, что в России все хорошо. Хорошо, да. Все хорошо. Юстиция. Понимаешь, у Путина была такая навязчивая идея вернуть все назад. Вот вернуть все назад. Юридически. Они же говорят, Одесса русская, больше, больше. Это уже ушло, но у него идея осталась. Вот эта война ничего не приносит. Они топчутся на одном месте, убивая друг друга. Идеи-то нет. Нет, речейной нет. У Путина засыпленность. Все должно вернуться на свои места. По каким-то документам. Это вообще какой-то маразм. Это уже маразм. Оператор. Как он относится к России? Кошмарит законами, кошмарит законами юридическими, наблюдая все у него, у него все хорошо. Он просто вот два столпа, на котором сейчас стоит, держится его власть. Закон и юстиция. Сночек, ты забываешь одно. Ему главное сейчас, он не о России думает, а как бы он ослаблен. О себе, конечно, конечно. Сомнений нет, сомнений нет. То есть его, его могут не вывести, его могут только вынести. Он о России не думает. Ты же спросил. У него в России, в его России все хорошо. Да. Он думает, как бы еще ему... Вот эти четыре года. Четумум будет 76. Ну, еще, знаешь, и в такой возрасте работают люди. Солнце. Он настолько глубоко убежден, что он прав, и что он начал вот эту спецоперацию. Священная для него война. Да, священная. Ты понимаешь, у него все хорошо. В России все хорошо. Ну, бумаги. Он убежден. Помнишь, когда интервью у него брал американец, да? Он ему за 1500 на него говорит. Что это все Россия, это все окраина. Его не переубедить. Вот фанатик какой-то, понимаешь? Ты посмотри, у него все... В путинской России в голове Путина все шикарно. Девятка Пентакли. Ой. Лучше карта не было. Еще карта эта называется, плохое скажу, да? Озорвавшаяся стерва. То есть нарцисс. Ленивый нарцисс. Он ужасал. Ленивый человек, да? Руки опустил. Он живет, понимаешь, он живет в Москве, но он живет далеко мыслями не в Москве. Он не понимает реалии. Реалии у него хорошие. То есть богатство, власть. Законные в его стороне. Да. Он живет элитно, ему хорошо, ему вслазь. У него солнце. Как иной мир какой-то. Вот по этой карте в том гадании, мы гадали на здоровье Путина, я тебе сказала, он будет править еще 7 лет. Она здесь и вышла. Еще 4 года. У Путина войны нет, у него все хорошо. Мало того, те, кто не нужно, они уехали. Люди верные ему, они остались в России. И они идут по его линии, по его линии правления. Что он думает про Кабаеву? Не устал он? Ну что, Алина. Алина Кабаева. Скажу тебе. Вот здесь у нас есть фокусник, да? Вот две карты, посмотри. Если смотреть сзади этой карты, это Нью-Вижн. У этого стоят девушки-простолюдинки. Он их убеждает. Они ему верят. Это его когорта. А у императора стоят такие же девушки, только, понимаешь, аристократки. Каждый хочет от него иметь дитя. Ну а почему нет? Хотя, понимаешь, императрица одна, а остальные это как у Дурова. У него же тоже сто женщин должны были быть, да? У него свои баллы. У него своя элита. У каждого такого человека есть масса поклонниц. Что у него с Алиной? Что у него с Алиной Кабаевой? Гай же про любовниц каких-то. Что там в 72? Хотя с теми таблетками, вон и 72-летний какой-то этот немец будет звездой в Таиланде. Знаешь, сыночек, я убеждена в другом. Есть вещи, которые за деньги не купишь. Ой, мама. Это что, любовь Алины, что ли? Нет, понимаешь, если... Вот кто для него Алина? Знаешь, давай так. Она для него соратница. Она для него любовница. Она для него купленная женщина. Кто для него Алина Кабаева? Четверка мечей. Ну, чувства уже остыли. Четыре года. Эта карта называется «Остывших мечей». Может, она просто ждет эти четыре года, которые остались? Да. Эта карта называется «Карта остывших мечей». То есть устала от всего, и он устал. Он от нее устал, и она от него устала. Сейчас у них время другого трамплина – подготовки. То есть она ждет, а вдруг она сейчас готовится. Он тоже только... У них разная подготовка. Разные цели. Вообще на этой карте изображен стол в церкви, где кладут усопших. Понимаешь? Он думает, что она ждет. Ну, я думаю, не ошибается. Она ждет. Она ждет. Это уже остывшие мечи, остывшие чувства. То есть вот эта фаза яркая. Она прошла. Любовники. Что она для него? Она уже устаревшая женщина. Это выбор императора. Императоры всегда должны быть лучшие. В этом раскладе говорили, смотрят на нее уже не на как богатую. Она не настолько богата по сравнению с Путином. Там есть моложе. То, что он ее выбрал, это было давно. Что для него? Карта мира. Как ты трактуешь эту карту? Ну, в данном контексте, я не знаю, успокоение какое-то удовлетворить. Объясняй эту карту. Эта карта вообще такая божественная. Здесь тоже, как у Фортуны, четыре евангелиста. Ангел, орел, лев и бык. Но это все благомера. Этот вино обозначается все благомера. А у нее вот эти два, это ей только достается. Чтобы не умереть с голода, но по большому счету, чтобы она жила, но так, как ей обещали. То, что у Путина есть, Кабаева там ни при чем. Он ее держит по старой памяти. Она не пойдет с котомкой, не будет бедствовать. И только. Иерафант. Сегодня у нас такое гадание, что я должна объяснять правую руку. Везде правая рука. Не то, что убеждение, а это победа словом. У дьявола победа действием, у этого победа словом, а это победа убеждения. Он все равно, когда-то он ее убедил, она этим живет. Время идет, она живет в прошлом. Ее выбрали, убедили, а теперь дали просто не прожиточный минимум, а прожиточный, ну вот, куш такой, да? И в итоге... Туз мечей. Так там еще неизвестно, кто кого переиграл. И она умная девочка, и он далеко не глупый человек. У них сейчас ничего нет. Здесь разделили и властвуют по одному. У нее своя жизнь, у него своя. Они никогда не будут вместе. Они никогда и не были вместе. Они никогда не были вместе. Там идет сердце уже понимается, что там нужен только расчет. Вот и все. А денег-то нет. Активы есть, а денег ни одной нет. Потому что все остыло. Давай совет Путину. Путину совет. Ну а как? Совет Владимиру Владимировичу Путину. Семерка мечей. Девор он по большому счету. Всю Россию, понимаешь, тем или иным способом, она хуже стала. Мужчин не стала. Войных техниках не стала. У них ничего не стало. Они на последнем издыхании. Своими хитрыми мозгами он становится по большому счету. Сам свою Россию обворовал. Последний раз. Король Кубков. Его подвел Лавров. Это, если здесь мелкие переговоры, да, началось, да, здесь не надо было вот таким вот напором идти, то есть стоять на своем. Дипломата для чего нужно? Для того, чтобы был мир. Не была война, а был мир. Он сам себя упразднил. Он тоже уже старый человек. Лавров старый человек. Вот такие дружки. Шойгу, Лавров. Они давно уже в тираже. Да. Их не воспринимают даже вот на больших переговорах. Тройка Бастонова. Все его соратники не настолько унижены сейчас вот во всем мире. О них плохого мнения. Они не рукопожатные люди. Они это понимают и все равно стоят на своем. До сих пор, до сих пор у Путина это обязательно Лавров, потому что это самый большой дипломат. Но дипломат, может быть, он и хороший, но он течет по течению. Вот как направят его, туда он идет. У него он не может даже свои здравомыслящие вещи сказать, потому что его тоже упразднят. Ему надо менять было давно окружение. Колесо Фортуны. Какой-то неувидаемый оптимист. Он думает, вот это сейчас все пройдет и опять наладится. Нет. Фортуна самая подлая из всех других. Неадекватно оценивает ситуацию. И все-таки это дело незавершенного человека. Он сам стал уже несовершенен. В силу возраста, болезни. Понимаешь, в Японии есть такое понятие. Семь лет проходит, ты должен менять работу, потому что ты уже не понимаешь. Надо менять род деятельности. А Путин сколько у власти? Дальше. Совет Путину. Верховная жрица. Объясняю эту карту. Это прошлое. Темные колонны это прошлое. Это будущее. То есть он никак не может отделаться от того, что он уже сделал. Вот эти 20 лет, которые был, это все равно идет на фоне непроделанной работы. Это опыт. Это опыт. Его опыт подводит. Здесь он руководствуется только своими чувствами. Вот чувствами патриотизма, ложными. У него какие-то свои не идеи, а какие-то трактаты, в которые он очень-очень верит. Он не может отделаться от прошлого. Дальше. Тайны его, которые ему только одному и известны. Лесница. боялась эту карту. Как ты ее читаешь? Самая страшная карта в Совете. Эта карта, конечно, это вояж, все-все-все, но в контексте войны, наверное, не говорила никогда, что ты видишь на груди возничего. Кольчуга это. Это зеркало. Здесь находится зеркало. Это значит, я зеркалю тебя. То есть, как ты ко мне относишься, так и я. Но он с пути не свернет, не свернет. Плохим или хорошим способом он добьется своего. Вот запомните слова. То есть, он настолько, то есть, как к нему относятся, он так же относится. Ему грозят, и он тоже грозит. Ему хорошо, и он хорошо. Здесь самое страшное, когда в управлении зеркалит человек, у него своего нет. Он только отвечает тем же. Хороший на хороший, плохой на плохой. Он глубоко убежден, то есть, или хорошим способом, или плохим. Он возьмет свой верх с тайными знаниями. Четверка Пентакли. Ничего не решит. И Украина ничего не решит. Решат с третьей стороны. У них настолько много активов, денег, вот, благо, один столько не съест и не проживет. Его думают убрать с третьей стороны. Как решат с третьей стороны, так может он и закончить войну благодаря третьей стороны. Три и три, понимаешь, здесь открытая тройка, а это еще не знает, кто закончил. Шестерка Пентакли. Везде три человека. Здесь три активных, здесь три активных, здесь три активных. Понимаешь, здесь уже нельзя откупиться. Здесь нельзя откупиться, потому что идет война. Он зеркалит. Дальше. Дурак. Предпоследнюю карту объясню. Если с дурака начинается, это новое начало. Но если дураком заканчивается, все, что он задумал, обнулится все. Это напрасный труд, это напрасная война, это напрасные деньги, это напрасная дипломатия, это напрасные тайны. Они ни к чему его не приведут. Все, что он думал, обнулится. Он ничего не получит. Вот своих результатов, когда он думал, не получит. Пятерка Пентакли. И это сделает соперник. Его соперник, которого он взращивал. Такое было гадание у нас в эту субботу на Путина. Кто хочет лично пообщаться с мамой, пишите ее астенту Илоне. И ее телеграмм будет в описании к этому ролику в закрепленных комментариях. И он обязательно устроит личную встречу. Всем хорошей субботы. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok